Всем привет! В студии Антон Зорькин с прогнозом погоды. По сообщению синоптиков, утро обещает быть солнечным, но к полудню прилетят большие хмурые тучи и принесут с собой капризную сырость и ухудшение настроения. Давление будет скакать, но не сильно и недалеко. Сход лавин, штормовое предупреждение, солнечные затмения не предвидятся. В целом погода у нас не сказочная, но в студии с добрым утром, малыш, и всегда ясная погода. Антон, ты программу-то не перепутал? Хрюш, да это ж я представлял себя ведущим прогнозы погоды. Да я уже понял. Готовишься встречать нашего гостя Андрея Скворцова? Да. А ты забыл, что у Андрея ещё и программу для туристов вил? И боксом занимался. Думаешь, что это всё? Реклама, прыжки с парашютом, сценарий для обучающих мультфильмов. А ещё у него есть дочка Элина. И я уже тут. Здравствуйте, Элина, Андрей. Привет, привет. Ты здорово подготовился. Много про меня узнал. А про папу можно ещё много интересного рассказать. Ой, так, да это понятно. А про тебя? Давай мы про тебя сейчас узнаем, да побольше. Сколько тебе лет? Где ты учишься? Чем ты увлекаешься? Рассказывай. Я увлекаюсь куклами. Я сделала вот такие вот куклы пальчиковые. Ух ты, Хрюш, посмотри, какие классные. Андрей, а можно покажите мне тоже? Я хочу показать нашим зрителям. Я одну себе. О, это сова. Ух ты. Это какая-то сказка. Сказка прямо сейчас будет. Мы придумываем сами любые сказки. Пингвин говорит, привет, кот. Привет. Как ты оказался в Антарктиде у меня здесь? Что ты тут делаешь? А ты иду. А ты тут как оказался? Я живу. Так потепленно же, говорит пингвин. И я пришёл. Отлично. Чем ещё занимаешься? Ещё я занимаюсь картинами. Я нарисовала вот такую картину. Как она называется? Ну, ночной город, пускай так будет. А это жёлтое, это луна или солнце? Луна. Луна. Точно. А что ты ещё делаешь? Чем ещё занимаешься? Я ещё занимаюсь гимнастикой. Хожу в школу в первый класс. И мне 7 лет. Понятно. А тебе, наверное, нравится, когда твой папа с телеэкрана обо всём рассказывает, да? Нет, не нравится. Не нравится? А что ж тебе нравится? Ну, мне больше нравится, когда он сидит дома и дома мне обо всём рассказывает. Ха-ха, понятно. Это много лучше, я согласен. Конечно. А вот мне интересно, погода в доме и на улице определяется одинаково? Антон, это вообще две разные вещи. На улице погода солнце, облака делают, а дома люди. Только люди, которые там живут. Это что, получается, что между двумя людьми может даже молния проскочить? И молния, и посуда летает, и надо очень. Будьте осторожны. Что это, как это это? Самое главное, Хрюш, самое главное, говорить спасибо своим близким. Вот я сегодня утром вынес ведро. Смусор? Да, конечно, полное. И мне жена, мама, говорит, спасибо тебе большое, что ты вынес ведро. Мне было так приятно. И такой климат сразу дома тёплый. А вот Элина, например, когда выбирает постель за собой, мы тоже говорим, спасибо, Элина, наконец-то ты убрала кровать. А когда мама приготовит завтрак, ей тоже все говорят спасибо. Мы хором всем благодарим. Ребята, спасибо, что смотрите нас. Спасибо. Да. А есть у вас какие-нибудь любимые приметы или наблюдения, связанные с погодой? Ой, мне подарили метеорологический кирпич. Как это так? Кирпич? Кирпич. Специальный, когда его ставишь на улицу, если он мокрый, значит, идёт дождь. Если он сухой, значит, дождя нет. Если он покрыт снегом, то, значит, на улице идёт снег. И так далее. Ни разу не ошибался. Так вот, вы как прогноз погоды сочиняете, делаете. Сотные технологии, да, у нас всегда рядышком. Андрей, тогда приносите этот кирпич метеорологический в следующий раз в вашу студию. Будем экспериментировать. Хорошо. Но если серьёзно вы хотите научиться погоду прогнозировать, я вот что вам скажу. Хрюш, и тебе тоже. Так, так. Если ты скажешь, что погода завтра будет точно такой же, как сегодня, то этот прогноз оправдается в четырёх случаях из пяти. В четырёх из пяти? Да, погода меняется не так часто, на самом деле. У нас, вот в средней полосе России, у меня четыре. Если уж тепло, так тепло. Если холодно, то холодно. А как же, она же так и меняется когда-то? Да. Но чтобы узнать, когда она поменяется, вечером надо посмотреть на запад. Запад – это примерно, где солнышко садится, на закате. Посмотрел на небо. Если там на небе перистые облака, знаете, перистые облака? Такие завитушки такие наверху, да. Вот если видно, что они с неба запада тянутся, эти перистые облака, значит, меняется погода, и завтра будет дождь. Будет что-то уже такое не такое приятное, как было на канале. А вот у меня еще один вопрос. Так-так-так, ну хватит, хватит вопросов. Мы поиграть не успеем. А я очень хочу проверить, какие вы знатоки. Ого. Экзамен полагается. Ну, небольшой. Не ожидали. Да, хорошо. Хрюша что-то, наверное, снова приготовил интересненькое. Ну, рассказывай. Я придумал для вас шуточную викторину. Она по географии. Но будьте внимательны. Вопросики с секретом. Географии мы не боимся. Да? Да. Сейчас проверим. Итак, внимание. Волшебный хрюк. Ого. Так. Интересно, интересно. Бери карточки и читай вопросы. Ну что, готовы? Да. Готовы. Так, внимание. Какую страну всегда называют при прощании? Ты что, знаешь ответ? Какую страну? Ну, мне кажется, это очень простой вопрос. При прощании. Да, вот смотрите. У нас же игра географическая, но с подвохом. Да. Но с подвохом. Как прощаются люди? Ну... Пока. Нет, не подходит. А как? Какая была страна? А какое еще мы слово говорим, когда прощаемся? До свидания. До свидания? Дания! До свидания. До свидания. До свидания. Понятно, смысл, принцип ваш. Все, понятно. Да. Итак, внимание, внимание. Сейчас мы их подсоединяем дальше. Дорогие наши участники, ребята, следующий вопрос. Какая река помещается на ладони? Дон. Какая... А почему? Ну-ка объясни. А... Ла-дон. А-а-а! Какая ты молодец. Слово ладони содержится в доме. Да. Хорошо. Следующий вопрос. Какая река помещается в Бакале? Ты знаешь такую реку? Тоже из трех букв. Я знаю. А. Не А, а О. О. О-К. О-К. Допустим, пока правильный ответ. Да, посмотрим. Так, какая река помещается в Чернильнице? Это твоя любимая река. Нил. 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 А где она плечет? В Африке. А поточнее, в какой стране, которую ты любишь изучать? Ммм, Египет. Ой, молодец. Вот это да, какая маленькая, все знает. Какую реку спрятала в себе канистра? Истра. Давайте посмотрим правильные ответы. Дон, Ака, Нил и Истра. Абсолютно правы вы были. Справились, молодцы. А доста считать умеете? Да. Тогда, Антон, читай вопросы. Нужно будет отгадать три названия, в которых содержится числительное сто. Угу. Ну, хорошо. Сторона света. Эм... Слыши. Где здесь сто? Да, чтобы там в слове было сто. Ты можешь перечислять юг и север, а я... Запад. А я назову два оставшихся, да? Восток. Ну, предположим. Так. Главный город страны. Столица. Столица. Я могу сказать, Москва и правильная столица. А начало реки? Так, Ирина, начало реки. С чего начинается река? С голубого ручейка? Нет. А, я догадался. Понял. Понимаешь, мы с тобой проходили? А! Есть устья и... Исток. Отлично. Давайте посмотрим, правильные ли ответы вы давали. Ну, точно. Восток, столица и исток. Супер, ура, браво. Ура, все угадали. Какие вы молодцы. У меня появились новые загадки, чтобы загадывать их своим друзьям. О, ну что, мы желаем тебе вот таких вот успехов. А приходите к нам еще. И подписывайтесь на мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. О, ну мы-то уже подписаны давно на той инстаграм. Здорово. Спасибо большое за приглашение. Да. И желаю вам всегда прекрасной погоды вот здесь, на вашей программе. Ой, спасибо, нам это точно пригодится. Увидимся на канале... Харусель! Пока.